Давайте представим на минуту, что запасы плодородной почвы на земле полностью иссякли. Без плодородной почвы наша современная жизнь просто невообразима. Мебель в твоей квартире, устройство, с помощью которого ты смотришь данный фильм, продукты в твоем холодильнике, даже одежда на тебе. Всего этого не было бы без почвы. Ресурс, который образовывался в течение тысячелетий, мы израсходуем очень быстро. Давайте действовать уже сейчас. Мы все больше и больше удаляемся от земли и от почвы. Более половины современного населения планеты живет в городах. К 2050 году населенность городов составит почти 70% населения планеты. Сельская местность необходима городам для получения питания и сырья. Города поглощают огромное количество почвы. 40% европейских продуктов питания производится на других континентах. Каждый кусок имеет глобальные последствия. Мы едим с тарелок других людей. Жизнеобеспечение всех людей на планете зависит от доступа к плодородной почве. Чтобы крестьяне могли успешно обрабатывать землю, она должна им принадлежать. Современная политика зачастую способствует развитию индустриализированных форм сельского хозяйства. В целях получения быстрой прибыли почва подвергается избыточному производству. Пестициды, монокультуры и интенсивное орошение истощают почву. Одно ясно – из-за краткосрочных интересов почва утрачивает свою плодородность. Это также подвергает опасности жизнеобеспечения сельских жителей. Смещение земляных масс по всей планете отвоевывает свои права. Все более успешно. Чтобы добиться крупномасштабных изменений, необходимы политические решения. Земельные права и защита почвы требуют законов и механизмов контроля, как на национальном, так и на международном уровне. Это задача парламентов всех стран. Долгосрочные земельные права и права пользования образуют основу для полномерной обработки почвы. Если удастся сочетать традиционные подходы крестьян с современными научными знаниями, возможно получать большие урожаи с почвы даже при малых затратах. Нужно учиться друг у друга и быть на одном уровне. Защита почвы – это совместный поиск решений, которые помогут сохранить почву и гарантируют достаточное обеспечение продуктами питания для всех из нас. Прежде всего, крупные сельскохозяйственные предприятия обязаны бережно и планомерно обрабатывать свой важнейший ресурс – почву. Так как именно их продукты попадают в наши корзины, в магазинах. Каждый день мы делаем выбор. Выбор в пользу продуктов, завезенных с разных концов света, или в пользу местных продуктов. Выбор в пользу большого количества мяса, или в пользу органических продуктов. Мы несем ответственность. С каждым продуктом мы определяем вес наших покупок. Наше потребление оставляет следы по всему миру. Все, что мы делаем и все, что мы отказываемся делать – все имеет последствия. Мы должны критично смотреть на вещи и принимать взвешенные решения. Ведь даже самые незначительные решения могут иметь серьезные последствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова